Добрый вечер. Увольнение в Минздраве. Подготовка ко второй волне вируса. Об этом и не только сегодня в Информбюро. Ну а прямо сейчас вы много узнаете интересного и полезного в проекте Нургали Карабаева «Пенсия Кейзет». Здравствуйте. Уже больше 22 лет, как в Казахстане, действует накопительная пенсионная система. Ежемесячно мы, работающие граждане, делаем взносы в пенсионный фонд, чтобы накопить деньги на обеспеченную старость. Тут логика проста. Чем больше вы накопите до пенсионного возраста, тем больше вы будете получать при выходе на заслуженный отдых. Какие виды взносов делаются в ЕНПФ и как можно ускорить процесс накопления на вашем счете, об этом сегодня мы и поговорим. Сегодняшняя пенсионная система предусматривает три вида накоплений. Это обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы и добровольные взносы. И суть всех трех в том, чтобы с выхода на заслуженный отдых человек получал ровно столько, сколько накопил, плюс инвестиционный доход. Но они отличаются по своей структуре. Подробнее об этом мы узнаем из видеоролика. Айдар работает менеджером в рекламной компании. Его зарплата 200 тысяч тенге. 10% из этой суммы – это 20 тысяч. Агент по уплате взносов или попросту работодатель ежемесячно перечисляет на его индивидуальный счет в ЕНПФ. Это обязательные пенсионные взносы – ОПВ. Сосед Айдара – Александр Шахтер. Он зарабатывает 300 тысяч тенге. Но помимо 10% на его пенсионный счет ежемесячно падает еще одна сумма. Это работодатель Александра из средств организации доплачивает еще 5% от суммы заработка за то, что он работает на вредном производстве. Эти 5% и есть обязательные профессиональные пенсионные взносы – ОППВ. Сестра Айдара – Айнур бухгалтер. Ее обязательные взносы составляют 15 тысяч тенге в месяц. Как человек, работающий с финансами, она посчитала, что если будет помимо обязательных взносов делать добровольные, то к старости сможет существенно увеличить свои накопления. Поэтому Айнур дополнительно переводит на свой счет в ЕНПФ 5 тысяч тенге каждый месяц. Это добровольные пенсионные взносы – ДПВ. С обязательными пенсионными взносами все просто. Работодатель удерживает 10% зарплаты и отправляет их на индивидуальный пенсионный счет работника. Он, в свою очередь, должен вести контроль и регулярно проверять поступление. В случае с добровольными взносами клиент сам решает, с какой периодичностью и на какую сумму пополнять счет. Но для начала нужно заключить договор с ЕНПФ о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, обратившись в отделение, либо на сайт ЕНПФ КИЗ в разделе «Электронные сервисы» при помощи электронной цифровой подписи. Удобство добровольных взносов еще в том, что их можно делать как за себя, так и за других. Например, вкладчик за своего родственника или компания за своих работников. Для заключения договора физическим лицам понадобится только удостоверение личности, а юридическим лицам – перечень документов. Его можно посмотреть на сайте ЕНПФ. С профессиональными взносами немного сложнее. С нами на связи вкладчик ЕНПФ. Недавно он устроился на работу в горнодобывающую компанию. Разобраться с его проблемой нам поможет директор филиала в Алматы Нурлан Амренов. Здравствуйте. Добрый вечер. Я только начал работать механиком в горнодобывающей компании. Что мне нужно сделать, чтобы мне перечисляли профессиональные взносы? Вы и ваш работодатель заключаете договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов путем подписания заявления об открытии индивидуального пенсионного счета по учету УППВ по форме, размещенной на сайте ЕНПФ.КИЗ. Далее вы дождаетесь подтверждения от государственной корпорации «Правительство для граждан». Если ранее у вас уже был заключенный договор по учету УППВ, то вы и ваш новый работодатель подписываете заявление по присоединению к договору. При этом новый счет не открывается. Как платить ЕСП и какие преимущества получает плательщик? УППВ позволяет гражданам получать медицинские услуги в рамках обязательного социального медицинского страхования, а также получать социальные выплаты по утрате трудоспособности, потере работы, потере кормильца, по беременности и родов, по уходу за ребенком и так далее. Кроме того, уплачивая ЕСП, вкладчики увеличивают свой трудовой стаж, а также размер своей будущей пенсии от государства. Необходимо отметить, в связи с тем, что размер платежа ЕСП небольшой, вкладчикам не удается накопить достаточный размер будущей пенсии. Поэтому я рекомендую параллельно производить добровольные пенсионные взносы. Спасибо за ответы. Надеюсь, сегодняшний выпуск был для вас полезен. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok